Друзья, всем привет! Меня зовут Татьяна, вы на канале Якуби Фелтинг. И сегодня я хочу вам показать из каких материалов, а точнее из какого декоративного слоя состоит вот этот вид, из которого теперь сделан мой жилет. На примере кармана, который я сделала для этого жилета, я покажу вам, какие материалы я использовала и как валяла кармашки. Давайте подробнее рассмотрим материал. Первый слой это пряжа, вот такая вот она интересная, необычная. Это 100% навискоза, но у нее достаточно сильное плетение, плохо через нее проникают волокна, плюс она очень скользкая и она приваливается очень плохо. Сама по себе она не приваливается практически. Поэтому я положила ее в нижний слой и она дала красивую фактуру на готовом изделии. Вот эти флажки выползли наружу и их стало красиво и хорошо видно. Самый нижний слой. Далее была моя любимая пряжа с люрексом. Это тоже 100% синтетика, микрополи. Это, наверное, означает полиэстер и какая-то там микрофибра. Это 100% синтетика. Это очень тоненькая пряжа, но она с люрексом. Она есть у меня в различных оттенках. Ее я также выкладываю на нижний слой и потом на поверхности она появляется красивыми петелечками. И вот этот люрекс очень красиво проблескивает. Очень люблю эту пряжу. Далее следующим слоем я положила вот такую пряжу. Нет у меня, к сожалению, этикетки. Здесь 25% шерсти. Остальное тут акрил, полиэстер и какие-то смесовые волокна синтетические. За что я ее люблю. У нее вот такие вот красивые голографические пайедочки, которые также вылазят на поверхность войлока и поблескивают в нужный момент. Эта пряжа тоже достаточно сильного скручивания и приваливается сама по себе тоже не очень хорошо, поэтому чаще всего я ее выкладываю тоже в более нижние слои. Ну, сама по себе она приваливается, дает хорошую фактуру, но, конечно, больше всего я ее люблю вот за эти мерцающие блестки, пайедки. Также в нижний слой я положила вот такую пряжу. Она примерно вот такого же состава, то есть там около 20 или 15% шерсти. К сожалению, нет у меня уже этикетки. Но она тоже, как вы видите, с люрексом. Плюс она градиентного окрашивания, то есть когда мне нужны фиолетовые нитки, я беру фиолетовый в кусок, когда мне нужны белые, беру белый, когда какой-то вот сиреневато-розовый, беру этот фрагмент бобинки. И тоже у меня такая пряжа вот в ходу. Далее выкладывала вот эту пряжу. Дальше выкладывала вот такие вот небольшие клубочки. Это пряжа ручного придения, я пряла ее сама. Например, вот этот клубочек спрятен из троицкой полутонкой шерсти, то есть тут около 29 микрон. Я сама ее спряла, когда была на больничном, не могла валять, у меня была сломана нога. И теперь пользуюсь ей очень активно. Она дает красивую фактуру. Покажу вам ее чуть позже. Вот эта пряжа спрятена из остатков мериносовой шерсти. Она тоже разноцветная, такая вот пестренькая. Какие-то фрагменты ее я выкладывала на декор. Видите, тут разные оттенки. И тот цвет, который мне подходил, я выкладывала, который мне не был нужен, я его вырезала. Вот этот клубочек, как вы видите, такой немножко даже волосатый. И здесь тоже спрятены различные-различные остатки шерсти для валяния. И здесь даже какие-то очески от разборки флиса, то есть вообще какие-то там отходы-отходы. Но вот эти вот пушистики тоже дали свою красивую фактуру. Плюс здесь еще есть у меня волокна вискозы, которые отдали также фактуру. И, конечно же, блеск, за что мы любим нашу вискозу. Плюс сама пряжа, как вы видите, вот такая вот фактурная, неоднородная, вот с такими бубочками, которые тоже дают красивую фактуру. Так, вот эти две пряжи, это чистая шерсть. Я не помню, то ли это Троицкая, то ли это Семеновская фабрика. Это стопроцентная шерсть. И вот эта пряжа, она не спрятена, она сплетена. И это такой, скажем так, шнурочек, который также немного фактурный. То есть имеются более узкие и более широкие фрагменты. И плюс она такого градиентного окрашивания от темно-фиолетового к светло-сиреневому. И выкладывала я также ее уже на более верхние слои. Эта шерсть, она приваливается хорошо. И за счет вот этой разницы цвета, разницы фактуры, тоже хорошо смотрится на вылочных изделиях. А вот эта пряжа что-то типа ровницы. Ровницы, она вот такая немного сучная, немного спрятенная, да? Это стопроцентная шерсть. У нее вот такой меланжевый переход цвета сиренево-розово-красноватых отливов. И встречаются также вот синие. Вот так вот на протяжении разных, разного метра пряжи. Разный оттенок, который, конечно, при валянии тоже дает свою игру цвета и фактуры. Так, вот эту пряжу я также использовала на верхние слои. Это знакомая всем пряжа Газаль, у которой 21% акрил, 70% полиамид и 9% мериносовой шерсти. Но за счет того, что она такая вот как бы пушистенькая, вот этот шнурочек достаточно рыхлого переплетения, эта пряжа очень хорошо приваливается. Ее многие мастера уже очень неактивно используют. И плюс она вот так вот красиво, жемчужно пооблескивает. Ее я также использовала в декоре. Это что касается пряжи. Переходим к более мелким волокнам. Есть у меня вот такие вот вискозные нити разных оттенков. В данном изделии я использовала белые нитки. Они абсолютно идентичны, только разные оттенки. Покажу вам, наверное, розовые, там более удачный цвет, чтобы его хорошо видела камера. Это белые, светло-розовые такие. Вот видите, они прям бликуют и смотрятся как белые. И вот такие вот ярко-розовые ниточки. Это стопроцентная вискоза. Это ниточки, которые я покупаю на фабрике Эко Хобби. И также очень активно их использую в валянии. Они дают, конечно же, блеск своеобразный, вот тот, который свойствует на вискозе. И фактуру. Вот такие вот они, вот такими пучками, комками они продаются. Я их нарезаю и выкладываю вот такими вот хаотичными паутинками. Что касается прям волокон-волокон. Использовала в декоре вот такие волокна-крапивы. Цвет называется ракушка. Это итальянская фабрика DIG. Наконец-то я распробовала жесткие волокна. Первый микс из них оказались волокна-крапивы. У них вот такое вот длинное волокно. Их я также использовала при создании твида синего. Это кепочка мастер-класс есть, можете посмотреть его. И также можете посмотреть, как они выглядят на жакете стиля Шанель. Вот такие вот волокна. Они приваливают очень хорошо. Итальянская фабрика. Также есть вот такая вискоза. Выкладывала ее на самые верхние слои. Это обычная троицкая вискоза вот такого красивого сиреневого оттенка. И она, конечно же, блестела и давала игру цвета. И еще ту троицкую вискозу оранжевого цвета использовала небольшими-небольшими облачками. И вот такой вот материал. Это шелковое волокно. Мое одеяло, которое я активно использую. Как видите, у него есть вот такие вот фрагменты сгустки, что-то типа шерстяных катышек. Они же нэпсы или слапсы. И также есть вот такие фрагменты, где они растягиваются очень-очень тонко вот в такую паутинку. Вот так вот. Хаотично шелк сейчас, конечно же, будет цепляться. Вот такая вот паутина. Давайте вот темную шерсть под низ подложу, темную пряжу. Но в данном случае я не растягивала вот такой паутинкой. Я отрывала их вот такими вот клочками-пучками и выкладывала на свой декор. В общем, вот такой вот. В общем, вот такой набор декора был использован. В каком порядке сейчас я буду это выкладывать, я вам покажу на примере карманов. А сам жилетик увидите чуть больше. На раскладку двух карманов у меня ушло 13 граммов шерсти. Два слоя, один вертикально, другой горизонтально. И декор я начала раскладывать из вискозной пряжи с флажками. Положила ее в качестве основы моего рисунка. Далее раскладывала люрексную пряжу синтетическую. Сначала светлого сиреневого цвета, потом более темного. Хаотичными петлями. Просто чтобы интенсивность раскладки была одинаковая. Далее я раскладывала пряжу, которая с пайетками. Также продолжаю рисунок, имитирующий клетку. Раскладывала вертикально и горизонтально. Следующим слоем шла градиентная пряжа. Я выбирала светло-сиреневые участки шерсти. По краям я оставляла небольшие хвостики. В дальнейшем они будут напоминать бахрому. Далее раскладывала пряжу, которую спряла я сама. То есть самопряденная пряжа. Различных оттенков. Как красно-оранжевая. Например, сейчас раскладываю пряжу из полутонкой троицкой шерсти. Убираю те фрагменты, которые мне не подходят по цвету. Оставляю те, которые подходят. Далее раскладывала фабричную пряжу. Это ровница градиентного перехода. Далее фактурная пряжа. Также шерстяная, фабричная, которая сиреневого цвета была. Раскладываю, создавая тот рисунок и узор, который меня будет устраивать. Чем выше слой, тем должна быть пряжа, которая лучше приваливается. Далее раскладываю пряжу газаль, которая блестящая. С мериносовой шерстью. Также вертикальными и горизонтальными линиями. Далее перехожу к раскладке вискозных нитей. Сначала выкладываю ярко-розовые ниточки. Нарезаю их небольшими пучками. И выкладываю, чтобы рисунок меня устраивал. Далее выкладываю белые вискозные ниточки. Также смотрю, чтобы рисунок меня устраивал, чтобы он был гармоничным. На края карманов не выкладываю большое количество декоров, чтобы они легко садились. Далее выкладываю волокна крапивы и небольшие тоненькие прядки оранжевой вискозы. Они практически незаметны, к сожалению, на камере, но они есть. И далее выкладываю небольшие пучки шелкового волокна, шелкового одеяла. Продолжая создавать устраивающий меня рисунок. Он должен быть пестрым и фактурным. И на самый верх выкладываю тонкие вискозные прядочки, чтобы они хорошенько фиксировали мой декор и сверху поблескивали. Далее я обильно смачиваю все мыльным раствором, чтобы весь мой толстый слой декора пропитался и намок. Также должно быть достаточное количество мыла в растворе, чтобы пена легко образовывалась при работе виброшлифовальной машиной. Далее накрываю второй половинкой пленки. Это может быть как пупырчатая пленка, так и любая другая пленка. Прижимаю и тщательно, долго, достаточно прорабатываю виброшлифовальной машиной, чтобы весь мой обильный декор надежно привалялся к шерстяной основе. Периодически проверяю руками, прихватился ли декор или нет. И очень-очень тщательно прорабатываю виброшлифовальной машиной до надежного сцепления декора с шерстяной основой. Когда весь мой декор надежно зафиксируется, приступаю к валянию. Для этого начинаю легкие потряхивающие движения своей пленки, а вместе с ними и начинает вибрировать и потряхиваться мой войлок. Далее приступаю к агрессивному валянию. Сворачиваю свои кармашки декором вовнутрь и делаю около 70 легких подбрасываний. Поскольку машинка и декор прихватился очень хорошо, излишнюю влагу я удаляю и продолжаю активно валять. Делаю около 70 подбрасываний и проверяю свой декор. Расправляю все краешки, смотрю, чтобы края обрезанных ниток не привалялись к основе шерсти или к декору с лицевой стороны. И валяю любым удобным для вас средством, способом. Можете валять в рулоне, можете подбрасывать, можете тереть с изнанки. Я предпочитаю легкие подбрасывающие движения. Периодически расправляю свои кармашки, слежу за симметрией, выравниваю, чтобы форма была прямоугольная, ровная. И валяю свои карманы до готовности. Обычно я очередую все способы валяния, но в основном буду валять в объеме, для того, чтобы войлок мой остался фактурным. Но также, чтобы он был и плотным, а не рыхлым, периодически буду валять и в рулоне. Заодно будет удаляться излишняя влага. Я не боюсь тереть даже по декору, ведь он у меня достаточно обильный и шерсть не пролезет настолько на поверхность, чтобы весь мой декор съелся. Слежу за геометрией карманов. Кстати, карманы я изначально из бумаги вырезала и прикладывала их к своему жилету, чтобы меня устраивала их форма и размер. А потом уже, исходя из этих размеров, был составлен мой шаблон. Вот. И доваливаю свои кармашки до готовности. Проверяю периодический размер лентой сантиметровой. Когда остается буквально 1-2 см увалять, я выполоскала свои карманы от мыльного раствора и на чистом сухом полотенце их поваляю в рулоне. Они агрессивно поваляются и усядутся до нужного размера. Но я их после этого немножко встряхну, чтобы мой декор не был плоским. Аккуратно подтягиваю и расправляю свои кармашки. И вот, что у меня получилось в итоге. Вот такая пестрая обильная фактура. Пестрая как по цвету, так и по узору. Вот такие карманы. А впоследствии и вот такой жилет, жакет у меня будет готов. Ну что, как вам мой твит? Как вам мои декоры? Как вам мой способ валяния? С изнаночки у меня чистая шерсть. Шерсть, кстати, карачаевская. Вот такой вот тонкий пластичный войлок получился. Очень красивая фактура. Вот различные волокна, которые вы можете рассмотреть. Пряжи, петельки из люрексной пряжи. Вот так кармашек впоследствии будет на моем жилете. Не забывайте подписываться на мой канал. Включайте колокольчики, чтобы получать уведомления о моих новых видео. С вами была Татьяна. До новых встреч. Пишите в комментариях, понравились ли вам мои твидовые поверхности. Какая вам нравится на сегодняшний день больше? Синяя или же вот эта пурпурная? До свидания.